Приветствую вас и для начала скажем так. То, что вы осознаете свою ревность, не считаете ее правильной, не считаете ее конструктивной, не считаете ее плюсом, положительным, качественным, это уже хорошо. И по сути, не побоюсь этого слова, это уже решение пол-проблемы, потому что осознание проблемы есть пол-пути ее решения. Теперь осталось дело за вторую половину. Она создает из следующего. Во-первых, она создает из осознания причин на ревности, какое в это неуверенность себя. Ведь вы боитесь, что ваш любимый человек будет другим мужчиной, будет с кем-то, значит, лучше вас, опасается, что вы худе, что вы недостаточно хороши, что вы проигрываете где-то и так далее. То есть вам необходимо работать с самооценкой, с самолюбием, с гордостью, с пониманием того, что если человек захочет, допустим, вам изменить или уйти, он идет в любом случае, чтобы вы не делали. Но если вы ревнуете, то, по сути, вы прививаете другому человеку, вашему любимому, мысль в том, что можно вам изменить. И ревностью вы не столько отталкиваете от себя, вашего любимого человека. Ревностью вы делаете именно это. И поэтому на первое время вам очень рекомендуется выступать следующим образом. Когда вы хотите проявить ревность, поревновать, строить скандал и прочее, или предъявить какие-то претензии. В этом момент постарайтесь вместо привычных вам слов, вместо того, что вам хочется, попробуйте проявить меня. Дело в том, что ревность есть эмоция. Ревность – это эмоция. Ревность – ситуатива. То есть, вот случилась какая-то ситуация, и вы начинаете испытывать ревность. Это ваша реакция эмоциональная на ту или иную ситуацию. Другой человек в таких же обстоятельствах проявил бы себя по-другому. То есть, это ваша субъективная реакция на определенные обстоятельства. Она – это реакция исключительно ваша. И обусловлена она только лишь вашими индивидуальными особенностями, личными страхами и прочим. И, соответственно, вам нужно с внешней точки зрения, внешней стороной, заменять эмоции, которые являются ситуативными, значит, заменять их чувствами, которые являются вне ситуативными. Вот вы человека любите, вы любите его всегда, вы любите его постоянно. Нет такой ситуации, когда вы его не любите. Вы любите его все время, даже когда ревнуете. Значит, любовь – истина, истинна. А эмоции, ревность – это приходящее. Это страсть. Так вот, волевое замещение ревности чувствам, волевое замещение ревности проявления внешности, во-первых, во-первых, дадут вам более конструктивный посыл в отношениях с любимым человеком. Во-вторых, позволит вам и вашему любимому человеку почувствовать себя любимыми и лишний раз убедиться в том, и показать, что вы – самые дорогие друг для друга люди. Это поможет вам ситуацию немножечко исправиться. Постепенно, вначале, такое поведение для вас будет сложным, потому что вы не привыкли. Но, если будете это делать, то постепенно, получая положительный результат от подобного поведения, вы, по сути, пройдете путь научения, то есть, вас захрипет этот вот рефлекс, что, когда вы испытываете реальность, у вас будет потребность проявить нежность, получаете возврат с нежность, и, в итоге, вы успокоитесь и останетесь довольны. И, как я уже сказал, с внешней стороны вам необходимо прорабатывать самооценку себя. Если вы чего-то боитесь, то прорабатывать страхи. Корень неверенности в себе. Нежность, как правило, в детстве, в комплексах. Эти нужно убирать, значит, и тогда вы перестанете ревновать, вы почувствуете себя полноценным мужчиной, которого можно любить, можно быть только с ним. До этого вам, возможно, потребуется не только работа с комплексами, но и достижение определенных результатов в жизни, чтобы вы позиционировали себя как успешного человека, как человека достойного, как человека, значит, хорошего, не хуже, чем другие люди. Для этого необходимо ставить с собой цели, разбиваться на задачи, выполнять эти задачи и понимать, что вы, в общем-то, очень достойная личность. И тогда вместе, вот, выполняя в комплексе все вот эти вот три варианта, три направления, вы избавитесь от ревности и перестанете отправлять жизнь и себе, и вот своему любимому человеку. Соответственно, внутренним сторонам необходимо проработать с специалистом, который вы можете выбрать на нашем ресурсе. Пока на этом все. Желаю вам удачи. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен. Пока я желаю вам всего доброго, удачи и принятия волевых и верных решений.